Привет, я Анимэджик. Я только вчера вернулась в Москву из Сочи, а тут, оказывается, уже надо прям утепляться. И я решила сегодня позавтракать в парке. Так вот, в Сочи завтракать, ребята, было куда приятнее, особенно на пляже. Именно там, где мы снимали первое купание моих собак. У меня появилась традиция. Как только есть такая возможность, я иду завтракать куда-нибудь в красивые природные места, например, в парк или в лес, или даже в сквер около дома. Вот прямо сейчас я в Сочи, и сегодня я решила пойти на завтрак прямо на море, слушать шум волн, наслаждаться видами. Иногда я беру просто бутеры, иногда что-то другое. Сегодня на завтрак я взяла с собой вот такой вот салатик, сырочек, яички, хлебушек. И обязательно на каждый завтрак я беру овсянку. С кашки начинается любой мой завтрак, причем готовлю я ее заранее с вечера. Я заливаю хлопья водой, соком, кефиром, йогуртом, в общем, чем-нибудь жидким, что есть в холодильнике. Кладу туда орешки, фруктики. Не кладу никакой соли, никакого сахара. И ставлю в холодильник. То есть прямо перед едой уже утром я добавляю туда что-нибудь, например, какой-нибудь джем по вкусу. А в этот раз мне захотелось добавить вот такой вот карамельный топпинг Махеев. Я просто обожаю карамель. О-о-о-о! А у него еще такой слегка привкус вареной сгущенки. Такой вкус из детства немножко. И для меня прям отдельное наслаждение есть такую вкуснятину на свежем воздухе. Вот так вот красиво. И главное, вкусно получается. Кайфуйте от жизни, ребята, она так коротка. Ладно, кайфуйте все равно, неважно, где вы находитесь. Кофе невкусный. А вообще в Сочи происходили самые разные наши эпичные приключения с питомцами. Сейчас уж речь сегодня зашла о путешествиях. И меня огромное количество раз спрашивали и в моем телеграм-канале. Обязательно на него подписывайте, потому что там действительно вас ждут скоро из очень важной новости. И вообще вы там самыми первыми все узнаете. Я там с вами общаюсь, скоро будет конкурс на подарки от меня, на мерч. И там я рассказываю про свои продвижения в музыке, про новый трек, который скоро выйдет. Так вот, везде меня спрашивают про путешествие наше на 10 месяцев с моей собакой Юми Чу в Северную Америку. Многие, кто следит за каналом, замечали, что у нас выходили видео из Мексики, из чуть-чуть США. Совсем практически мы ничего не показали оттуда. А путешествие-то на самом деле было мега эпичное. Аж 10 месяцев, а это практически год путешествия, road trip на машине и разными другими способами по Северной Америке. В Мексике, в первую очередь, потому что это родина моих собак. Чихуахуа. Там есть целый штат. Чивауа. И раз уж я оказалась в Северной Америке, я не могла не посетить Соединенные Штаты, учитывая, что у меня была туда виза. Поэтому сегодня я расскажу вам про это безумное приключение со всех точек зрения. Как мы вообще туда добирались? Это отдельная история про Турцию. Какие города Мексики, Америки, а также достопримечательности и национальные парки мы успели посетить? С какими сложностями мы столкнулись? Какие документы нужны были для всего этого? На чем мы передвигались? Метро, машины, автобусы, самолеты? Везде ли нас спускали с собакой? Все про наше жилье в Мексике и США покажу гостиницы, отели, апартаменты, квартиры, дома, мотели, которые мы снимали. И самый главный вопрос, сколько я на все это удовольствие потратила денег? Спойлер. Это практически как будто у меня все эти 10 месяцев путешествия был полноценный маленький ребенок, человек отдельный. Только единственное, бесконечные справки из ветеринарок на детей не требуют. А вот билеты, отели и вот это все. Но к суммам мы вернемся позже и более конкретно. Может быть, если бы я поехала сейчас, мне было бы проще, потому что я бы уже зарабатывала больше, и мне было бы легче работать удаленно, имея только комп под рукой. И у вас еще есть шанс не совершить мою ошибку и до того, как вы куда-нибудь уже рванете, получить какие-нибудь классные нужные вам скиллы, типа тех, про которые я недавно вам рассказала. Я решила заняться графическим дизайном, без шуток. Я смогу не просто там превьюшки, например, для своего канала делать, но и создавать дизайн чего угодно от упаковки до книги, от собственных стикеров до мерча. И мне это не просто там интересно и полезно, но я выбрала эту профессию еще и потому, что графические дизайнеры сейчас нужны везде. От рекламы, искусства до IT и банка. Мало ли как жизнь пойдет. И работать можно не в офисе, а я люблю путешествовать. Новички получают от 70 тысяч рублей, а с опытом от 150 и выше. И я стала искать, где мне обучиться и из всех онлайн школ я выбрала контенты. Потому что это одна из крупнейших профильных школ и они дают не только теорию, но и практику. Выполняют задачи от Ашан, Арт Лебедев, Кантата и получают реальный опыт, стажировки. И так ты понимаешь, как вообще работает дизайнер. Один или с командой, а в конце у тебя уже готовое портфолио. Ты это все пишешь в резюме и сразу же выигрываешь на фоне других новичков. Я выбрала курс «Графический дизайнер с нуля до про». Тут за 20 месяцев можно собрать 18 собственных проектов и даже пройти стажировку в агентстве RedCat. Обучение во всех направлениях, сайты, моушен, 3D, любой дизайн. И что важно, опыт и умение рисовать не важно. Тут всему обучата. Первые заказы можно брать через 4 месяца после начала обучения и зарабатывать по 20 тысяч рублей за проект. Если вы тоже, как и я, хотели попробовать себя в дизайне, но откладывали на потом, используйте мой промокод MAGIC и получите скидку до 50% и мини-курс по насмотренности в подарок. Уверена, так вам будет проще начать обучение. Переходите по ссылке в описании и помните, все приходит с опытом, а опыт приходит с контентом. Это гораздо лучше, чем ничего не уметь и просто тратить деньги в путешествии. Ну а те, кому эта информация вообще не сдалась и незачем не нужна, например, у вас нет животных, то вы посмотрите наш эпичный роад-трип по местам, где вы, возможно, никогда не были. Сделайте для себя какие-то открытия, выводы и получите интересные впечатления. Разделите их с нами и кайфанете, я надеюсь, тоже. И лайк поставите, потому что я очень старалась над этим видео. И я надеюсь, что вам понравятся такие большие выпуски и вы захотите еще. Прямо сейчас я еду в полицейской машине. Да капец, просто я... Сижу вот так вот за решеткой. Мне сказали не двигаться и спросили много раз, есть ли у меня оружие, какое-нибудь ножение, пистолет, атака, может быть, так можно. Запасайтесь чайком, кайфиком, вкусняшками, присаживайтесь поудобнее. Погнали! Любое наше путешествие с животными начинается вот с этого места. Московская станция по борьбе с болезнями животных. Сюда мы приходим с собакой и здесь получаем эту справку после того, как собаку осмотрят. Но до того, как поехать в ветстанцию по борьбе с болезнями животных, где вы проверите собаку, получите справку, причем сделать это надо в течение пяти дней до вылета, что еще нам нужно было иметь, чтобы вывезти собаку из России? Международный ветеринарный паспорт со всеми прививками. Чаще всего это вакцинация против бешенства. И еще дополнительно могут быть какие-то вакцины. Читайте правила ввоза в страну, куда вы летите. Например, у нас была вакцина еще и против лептоспироза. Смотрите, как заполнился наш паспорт за эти 10 месяцев переездов и обязательных посещений ветеринарок. Сейчас чаще всего у собаки должен быть микрочип, который вводится ветеринарам в холку, и его данные заносятся в международную базу Animal ID. Номер этого микрочипа вклеивается в ветпаспорт. В аэропорту в любой ветеринарной клинике мира ветврач может проверить номер этого чипа. Все это мы делаем заранее, только потом мы приезжаем в медстанцию, чтобы получить вот это ветеринарное свидетельство по форме номер один. Затем мы приезжаем в аэропорт заранее, идем в ветеринарный контроль, чтобы показать собаку, которую мы вывозим, и поменять эту справку на вот такой ветеринарный сертификат. Это очень важный документ, который ни в коем случае нельзя потерять. Здесь как раз у нас все данные на собаку, в том числе чип. Также здесь указывается, куда мы летим, через Турцию в Мексику, и сюда заносятся все вакцины, которые нам необходимы. В том числе обработки от разных паразитов, ставится печать, вот такая голограмма. Это очень важная бумажка. Билеты в США мы брали уже из Мексики, там будет совершенно другая история со справками, но когда мы позвонили в турецкие авиалинии, прежде чем лететь и уточнить, можно ли собаку на рейсе, какие правила ввоза, они сказали, что еще нужно вот такой вот анализ на антитела к бешенству. И так как эта информация поступила нам неожиданно, мы делали ее в срочном порядке, это стоило 10 тысяч рублей. В норме она делается две недели и стоит 6 тысяч рублей. Может быть, сейчас цены чуть изменились, но тогда, несмотря на то, что у нас была вакцина бешенства, нам пришлось давать вот эти вот титры. После прохождения ветеринарного контроля мы наконец-то можем оплатить билет для собаки до Турции, из Москвы до Стамбула. Он тогда стоил около 70 евро. И вот когда мы все это на территории России провернули и оказались в аэропорту Турции, в Стамбуле, у нас началось первое приключение – турецкое. Правила отлета и прилета с собакой в любой аэропорт, в любой стране мира, в любом городе всегда достаточно простые и банальные. Вам нужно прийти до вылета и показать собаку, вам нужно прийти после прилета и показать собаку, потому что в разных аэропортах нужно получать разные документы, разные справочки. Дело в том, что наш билет до Мексики стоил 1000 долларов на одного человека именно потому, что у нас был нетранзит. То есть мы летели не вот так вот, в Дубае, например, вы прилетели, высадились и полетели дальше, пересели на самолет и также в Стамбуле, например, в Турции. Нет, у нас в Турции было две недели, потому что вот так выгоднее было купить билет. Хотя мы, наверное, в Турции потратили больше денег, чем если бы мы купили билет дороже. Но хотелось посмотреть истамбульских кошек. Да, в Турции собак гораздо меньше, а вот кошек там очень-очень любят. Там их просто тысячи, там везде для них домики, поилки, кормушки. И все потому, что, интересный факт, дело в том, что есть такая легенда, что кошки Стамбул спасли. Спасли вот этот город Константинополь, которым раньше был Стамбул. Это же портовый город, туда приходило много кораблей, на кораблях живут кто? Правильно, крысы. И вот кошки спасли от крыс Константинополь. Поэтому там их боготворят, их очень любят, о них заботятся вот даже просто на улицах. Так вот из-за того, что мы летели не транзитом, а нам нужно было выйти из аэропорта. Причем неважно, выйдете вы на два дня или на две недели, как мы. Турки выдвигают определенные требования. Кстати, очень важный момент. Антитела на бешенство, которые нам они заявляли по телефону, что обязательно они должны быть, на которые было потрачено 10 тысяч рублей, они даже не проверили. Никто на это просто не посмотрел, никто не спросил. Просто сказали, что чтобы ее вывести дальше по вот этой вашей бумажке, где у вас написано Турция, а потом Мексика, вам нужно пойти тоже в их сельхознадзор и там получить бумажку на вывоз животного, даже если это ваше животное, даже если вы его не приобрели в Турции. Я не знаю, как, например, обстоит сейчас ситуация в Дубае. Я знаю, что многие через Арабские Эмираты летают и наверняка делают там длительные пересадки. Если вы сталкивались с тем, как вообще это происходит, расскажите в комментариях, если у вас есть такой опыт. И точно так же обязательно расскажите, был ли у вас опыт с турками, потому что наш опыт был очень странный. Я не знаю, что бы было, если бы, например, мы проводили в Турции всего один день, мы бы вышли из аэропорта и нам бы пришлось проделывать опять этот странный путь с их сельхознадзором. Но прикол в том, что когда мы туда пришли, по адресу, пешочком, с собакой, со всеми вот этими своими бумажками, они нам сказали, что у нас должна быть турецкая прописка. Там, в этом месте, никто не хочет разговаривать с вами на английском. Даже если английский они знают, они вот так вот машут руками, говорят, мы ничего не понимаем, что вы от нас хотите, где ваши турецкие ID, чтобы вывезти свою же собаку, которая приехала из России к ним со своей справкой в Мексику, дальше из Турции. Какие ваши действия? Наши действия были простые, мы пошли в чат в Телеграме и нашли девушку, которая всем русским с этим помогает, потому что она знает русский и турецкий, это русская девушка, у нее есть турецкая прописка, и она оказывает такую услугу. Ты тратишь примерно вот такую сумму денег на то, чтобы вывезти свою собаку из Турции, только потому что ты решил там какое-то время потусить, а дальше ты едешь в Мексику или в любую другую страну. Вот мы приходим с этой девушкой, это занимает у нас примерно 2-3 часа. Мы получаем какую-то турецкую бумажку о том, что теперь мы наконец-то можем вывезти свою собаку дальше. Ваш список действий, если вы в Турции не транзитом. В аэропорту идете в ветконтроль, показываете ветеринарный сертификат из России и получаете бумажку о ввозе собаки. Идете в ближайшее министерство сельского хозяйства с человеком-помощником с турецким ID, у вас забирают бумажку о ввозе собаки и выдают справку для выезда. При вылете из Стамбула идете снова в ветконтроль аэропорта и показываете справку для выезда, которая затем будет вам нужна в аэропорту страны, в которую вы влетите. Оплачивайте билет на собаку в аэропорту. Вопрос. Если бы мы не озаботились поиском информации об этом заранее, то мы бы не знали и, оказавшись в аэропорту через две недели, мы бы просто не смогли вывезти свою собаку дальше. А это значит потерянные билеты, потерянное время, потерянные деньги. Поэтому всегда изучайте информацию заранее. В Стамбуле, кстати, мы жили в двух квартирах в старинном районе. И за собаку с нас деньги никто не брал, потому что мы арендовали это жилье через R&B. Сервис, который в России сейчас не работает, но там он работает за границей. Если у вас есть там какие-то иностранные карты, иностранный аккаунт. С нас никто ничего не брал дополнительно за собаку, потому что в этом сервисе ты ставишь, что можно с животными. И, видимо, они уже включают это либо в стоимость хозяева, либо как-то там еще по-другому пересчет. Но, в общем, отдельно с нас никто ничего не взял. По моему опыту, более выгодно в плане животных арендовать апартаменты, где сразу стоит галка, что разрешено с питомцем. Потому что, если даже снимаешь номер в Pet Friend для гостиницы, там все равно будет отдельная цена за сутки за животное. Чаще всего эта сумма может быть от 500 до 2-3-5 тысяч в рублях в сутки, в зависимости от крутизны вашего отеля. И еще иногда берут отдельный депозит около 5-10 тысяч, если вдруг понадобится химчистка или уборка шерсти. Искать жилье с собакой за границей сложнее, чем если вы без собаки. Ваш поиск, он сильно ограничивается. Из 100 недорогих вариантов, как только добавляешь галочку с питомцем, остается в 2, а иногда и в 3-4 раза меньше вариантов. Крайне редко попадаются такие Pet Friend для отелей, где за животное вообще ничего с вас не возьмут. Но даже при таких условиях, с нашим профессионализмом в поиске жилья за рубежом и нашей удачей, нам удалось найти жилье за 70 долларов в сутки вместе с собакой. И оба раза это были достаточно просторные, в целом приличные квартиры с двумя спальнями и гостиной. Поэтому здесь вот сложно посчитать, потрачены ли были деньги на проживание собаки. Потому что если бы мы снимали, например, отель на букинге или где-нибудь еще, то там было бы написано, сколько за сутки за собаку ты платишь. Итак, за две недели в Турции на собаку я потратила около 16 тысяч рублей. На билет до Турции 75 евро, примерно 7,5 тысяч рублей. На справке около 3 тысяч лир, это примерно 8,5 тысяч рублей. Какой-то запас корма у меня был с собой, никаких покупок для Юмичу я в Турции не делала. В Стамбуле Юмичу проводила большую часть времени со мной. Практически везде она перемещалась со мной. Там не было каких-то запрещенных мест, куда нельзя было с собакой. Но мы не пытались попасть, например, в мечети какие-то, но там на какой-нибудь лодке через пролив Босфор, или в электричке, или в метро, если у тебя есть переноска. У меня была такая специальная, специальный такой рюкзак, в котором Юмичу сидела, либо спереди, либо сзади. Если я уставала, я водила ее просто на поводке. Нигде, в принципе, не было никаких запретов, никто ничего нам не говорил. Единственное, что на Юмичу постоянно обращали все внимание. И в общественных местах, даже на каких-то специальных подъемниках, ни разу не было к нам вопросов, что мы с собакой, что ее нельзя перевозить, или что-то такое. Просто с этим мы столкнулись в Мексике и в Америке. И про эти трудности я позже расскажу. А вот в Турции вообще ничего такого не было. Юми очень полюбилась всем. Мне кажется, они воспринимали ее просто какой-нибудь маленькой миленькой кошечкой и думали, что это кошка. Так как это было в январе, погода была достаточно приятная, и Юмичу очень комфортно себя чувствовала. То есть она не мерзла, ей не было жарко, как, например, будет потом и в США, и в Мексике в определенных моментах, в определенных местах. Или очень редко, крайне редко мы оставляли ее дома, в апартаментах. И практически не встречали мы там собак. Много кошек, на которых Юми, кстати, очень спокойно реагировала, и они на нее тоже. А вот собак в Турции действительно намного меньше, чем у котов. Так вот, мы вылетаем с Юмичу в Мексику. И вот там начинаются уже мексиканские приключения, и они начинаются с самого ввоза собаки. Итак, сегодня мы попытаемся с вами восстановить всю хронологию событий этих 10 месяцев путешествия с собакой, начиная с от съезда в Россию и заканчивая возвращением на родину. А вот правила авиакомпании всегда нужно уточнять у авиакомпании, куда бы вы ни летели. Если у вас животное, то все нужно делать заранее. Например, у некоторых авиакомпаний есть такая штука, что на рейсе нельзя больше двух животных. Например, больше двух собак. А у некоторых есть такое, что нельзя собаку и кошку на одном самолете. И до того, как купить билет себе, когда вы нашли рейс, который вас заинтересовал, позвоните в авиакомпанию и спросите, можно ли на этот рейс вашу собаку или кошку и так далее. Так я всегда делала, когда регистрировала собаку на рейсы России или Турции. А вот в Мексике и США я просто ставила галочку, что лечу с питомцем, что он летит в салоне, а не в багаже, прямо в приложении авиакомпании. И когда покупала там билет, не согласовывая это с авиакомпанией отдельно. По поводу переносок, например, чаще всего встречается такая ситуация, что собака или кошка не должна весить с переноской более 9, например, килограмм и обязательно помещаться под сидение. Это такое стандартное правило во многих авиакомпаниях. И вот моя переноска вот эта никогда ни в одной стране, ни при одном перелете никогда меня не подводила. Она всегда влазит под сидение. Она достаточно твердая, чтобы удерживать собаку, достаточно мягкая, чтобы чуть-чуть прижаться под сидение. И она легкая. Никто вам не даст точную подробную инструкцию про все авиакомпании мира. Поэтому это все заранее уточняйте именно там. И вот мы прибываем в Мексику. Билет из Турции на собаку стоит тоже около 70 евро. И в Мексике происходит такой интересный момент. Меня попросили по какой-то причине вытащить пеленку из переноски. У нас в переноске лежала пеленка, потому что собаке нужно было много часов лететь в самолете. Вытащите пеленку и выбросьте ее, и покажите переноску полностью. Достаточно долго проходил ветеринарный контроль в Мексике. Они прям все проверяли, чип, все прививки, все бумажки, все документы. И они выдали нам бумагу о том, что мы ввезли свою собаку в Мексику. Мы провели в Мексике сначала 6 месяцев, а затем после США еще около двух. За это время у нас скопилась вот такая куча справок. Несмотря на то, что большую часть путешествия по Мексике мы совершили на машине. Все дело в том, что для каждого перелета, даже внутри страны и между городами, все равно нужно идти к ветеринару примерно за сутки до вылета и получать справку на собаку. Конечно же, за деньги. Но давайте по порядку. Первая точка нашего путешествия в Мексике был курортный город Пуэртово-Ярто. На тот момент там жили наши друзья, поэтому мы приехали сразу к ним в дом. Нам не надо было заранее искать жилье. Но когда мы какое-то время жили у них, мы по пути искали себе какую-то квартиру, в которую мы переедем. Чтобы вы понимали, так как путешествие было длительное, мы не жили в отелях и гостиницах. Мы старались всегда найти именно квартиру, апартаменты, дом, где мы сможем пожить долгое время. И поэтому мы всегда предупреждали хозяев о собаке. То есть мы с ними заранее договаривались, обсуждали этот момент, будет ли это стоить денег. Если мы искали дом где-нибудь на какой-нибудь площадке в интернете, какие-то группы в телеграме или еще что-то, мы всегда обсуждали, что собака у нас маленькая собачка с нами. И мы надеемся, что вы с нас за это денег не возьмете и так далее. То есть за собаку мы практически никогда не платили отдельно, потому что жили не в отелях. Итак, Пуэртово-Ярто это город на берегу океана. Там прекрасная погода зимой. И мы находим себе апартаменты, которые не раз появлялись в видео. С этим жильем нам и помогли наши друзья, к которым мы приехали. Это была квартира их друга. И за месяц мы заплатили тысячу долларов вместе с собакой. Там мы впервые с Юмичу снимаем ролик «Покупаю собаке все, чего она коснется» в американской сетке Petco, которая называется. Потому что мексиканские магазины, как вы видели, я снимала об этом ролик, они немножко другие. Именно зоомагазины, которые находятся в Мексике и чисто мексиканские. Там есть сеть вот эта американская Petco, в которой все, что хочешь, все, что угодно ты можешь купить. Это большие такие супермаркеты для собак. Юмичу очень часто остается дома, потому что на улице достаточно жарко для нее. Но мы часто ее берем с собой куда-то. Первое мое впечатление о Мексике было то, что там очень много собак. И самое главное – чихуахуа. Они у них просто как хомячки. То есть ты можешь просто идти в каком-нибудь месте. Среди каких-то частных домов там такой забор. И за ним 10 чихуашек. Еще я заметила, что в Мексике было очень много пород, типа американский стафарширский терьер, какие-то питбули, бультерьеры. Потому что, видимо, в Мексике проходят бои вот эти собачьи. Они там, конечно же, не разрешены, насколько я знаю, официально. Но там все равно это еще происходит. Страна еще вот на такой стадии развития, где устраиваются собачьи бои. Вообще, после Турции оказалось, что в Мексике очень-очень много собак и крайне мало кошек. За много месяцев нахождения в Мексике я видела кошек всего несколько раз, считать по пальцам, наверное, раза три. В Пуэртио и Арти мы арендовали апартаменты на долгий срок. И мы не меняли там жилье. Мы находились именно в этом месте. Выходили гулять на океан вместе с Юмичу. По-разному проводили там время. В основном именно как люди, приехавшие на курорт. Так как я была не одна в путешествии, апартаменты мы арендовали с двумя спальнями и большая кухня-гостиная с очень прикольным балконом, с видом на горы. В общем, все там прекрасно себя чувствовали. Там был кондиционер, поэтому Юля тоже себя прекрасно чувствовала, если было очень жарко. Еще очень важный момент, что несмотря на то, что в Мексике очень много собак и, в принципе, у хозяев, там также много бездомных собак. Пока что эта проблема у них вот не особо, видимо, решается. И я заметила, что за все время нахождения там случаев с агрессивным поведением бездомных собак у нас был всего лишь один. То есть их практически не было. Всего один раз на нас с Юмичу попытались напасть собаки. Я рассказывала эту историю в одном рубрике «Страшные истории из моей жизни с питомцами». Больше таких случаев не было, несмотря на то, что мы находились в Суме там реально больше полугода. Юмичу ни разу там не купалась в море. Несмотря на то, что это курортный город, кстати, там в основном отдыхают американцы и канадцы, потому что русские отдыхают в Мексике в другой ее части. Это Юкатан, Канкун-Тулум. К этому мы вернемся позже. Мы там тоже жили. Так вот, Юми ни разу не купалась в океане. Почему? Потому что там достаточно сильная волна. И Юми, в принципе, не очень любит плавать. Она не очень любит воду. Поэтому, да, мы были в Мексике на море. Мы по нему гуляли, мы развлекались. Видели очень много собак. То есть, у Юмичу там уровень социализации с вот такого вырос до вот такого. Но при этом она ни разу не купалась, потому что она, в принципе, не любит воду. Вода там достаточно прохладная. И плюс еще и волна. И я бы, наверное, даже не допустила бы этого момента. Потому что она очень маленькая собака. Это тебе не огромная собака, которая может купаться. Собак там настолько много, что я даже отдельно снимала ролик про собачий пляж. Потому что я просто, на самом деле, если честно, в жизни, наверное, кроме Барселоны, не видела такое количество собак. Собак там реально любят. По несколько заводят. Например, когда мы переехали в Мехико, мы еще и столкнулись с новой темой, которую не видели в Пуэрте-Ваярте вообще. В Мехико-Сити много гуляльщиков. То есть там есть человек, который за деньги гуляет с собаками. И иногда, чтобы побольше заработать, они берут по 20 собак. То есть у них реально может идти 10 от 3 до 20 собак. Есть специальные зоны, территории, где парк и собачья площадка, куда эти гуляльщики собачьи просто приходят. Они берут вот эту вот толпу собак и приходят в этот парк гулять. И таким образом они же за каждую собаку за час выгула получают деньги. И таким образом они могут заработать больше. Я офигела, я такого в жизни никогда не видела. Такого огромного количества собак у одного человека. И в принципе такого большого количества собак в городе. Можно сделать стопроцентный вывод, что мексиканцы собак любят. Следующей точкой после города-курорта был Мехико-Сити. Мехико это столица Мексики. Это огромный город. По-моему, если не ошибаюсь, там неофициально, по неофициальным данным, живет более 25 миллионов жителей. Он просто гигантский. Там есть метро и совершенно разные виды транспорта, как и в Москве. Это огромный город. Мы его еще не совсем знали. И поэтому первая точка, в которой мы жили, это был район Докторес. Очень странный район, больше похож на спальный какой-то район. Мы жили там в небольшой квартирке, которая выглядела вполне себе прилично. Там мы точно так же ее находили на специальном сайте. Поэтому получается, что мы опять как бы не можем сказать, сколько конкретно стоило за собаку, и отдельно мы за нее не платили. Но для того, чтобы перелететь из Пуэртовой ярты в Мехико, нам нужно было снова пойти к ветеринару и получить справки на выезд. То есть на переезд из одного города в другой на самолете. Это тоже стоит денег. И плюс стоимость билета на самолет для собаки. Только тут уходит история с прохождением ветеринарного контроля. То есть ты просто предъявляешь справку. Когда регистрируешься на рейс, они смотрят, что вот собачка у тебя в переноске, взвешивают ее, ты платишь деньги за билет и все. Мексика меня удивила. У Мексики действительно есть два лица. Одно из них я называю американское лицо. Это латиносы, которых показывают в американских фильмах. Вот это мексиканская мафия, картели. Как будто в Мексике больше ничего другого не существует. И второе лицо, наверное, лицо русское, как я его называю. Это такая Мексика, где красивое море, такосы, маориачи и пирамиды. Мы, кстати, видели один из самых мощных и больших комплексов Теотиокан, о котором мало кто знает. И этого достаточно, чтобы иметь представление, если вы не фанат. А не стоять в этих очередях на дорогущей распиаренной чеченице, куда возят зевак туристов. Мы туда даже заходить не стали, увидев бешеные очереди и ценники на вход. Мариачи за полгода путешествий по Мексике мы видели один раз в самом туристическом месте Мехико. Такос, да, ели, много, везде, вкусно. Море, да, много, красиво. Но сеноты в сто раз круче. Покажу сегодня, что это. Мафию мы встретили один раз, то в очень туристическом Тулуме. Расскажу эту жуткую историю чуть позже. Есть другая Мексика. Невероятная, интересная, красивая, с очень интересными людьми. Совершенно большая страна с огромным культурным слоем, самым разнообразным. Там образование, там экономика, там культура, там много всего. И, например, в Мехико мы один раз были в университете, где учатся на самые разные специальности. Такой большой, красивый студенческий городок, очень классный, интересный. Мы пошли просто в местную студенческую столовую, поели бесплатно, как будто мы студенты этого университета, простите. И там познакомились с парнем, который учит русский язык и говорит на русском. Мне нравится музыка. Русский язык это мой любимый язык. Класс, вообще. И ты учил русский здесь в университете? Да, в Университете. Как тебя зовут? Меня зовут Лео. Как тебя зовут? Ханна. Хорошо. Девочки, мальчики, сахарные улицы. Я и ты, я и ты, я и ты, я и мент. После того, как мы пожили в спальном районе Мехико-сити какое-то время, мы поняли, что нам точно срочно нужно перемещаться, потому что оттуда далеко ездить. Ездили мы чаще всего на метро. Мексиканское метро. Несколько раз к нам подходили полицейские и говорили, что собаку нужно убрать в переноску. То есть она не может передвигаться по полу на просто поводке. Она обязательно должна быть в переноске. И даже когда я сажала ее в сумку, где вот так вот торчат лапки, они говорили, нет, нет, нужна именно переноска. Нам, конечно, разрешали проехать, но каждый раз нам повторяли, что нужна именно сумка, домик, в котором собака должна ехать. А вот в Америке мы побывали в метро Нью-Йорк. И там, по-моему, достаточно много очень ярких и странных персонажей, чтобы обращать еще свое внимание на какую-то девочку с собакой. Но при этом нам никогда к нам никто не подходил и ничего не говорил по этому поводу. Правда, я уже была научно-опытом и возила Юмичу только в такой вот переносочке, где лапки торчат, но не в домике. И при этом никто на нас никогда не обращал внимания. Метро Мексики похоже очень на разные метро в Азии и на метро в Стамбуле. А вот Нью-Йоркское метро вас равнодушными не оставит. Ну, о нем ходят много разных шуток, мемов, легенд. И да, вы после метро Нью-Йорка всегда останетесь под впечатлением. В одном из своих видео я рассказывала жесткую историю из Мексики, как Юмичу закрыл таксист. Я вам расскажу, какую немаловажную роль сыграла наша Юмичу в одной из ситуаций с полицейским в Америке. В такси в Турции, в такси в Мексике нас никогда не спрашивали ничего про собаку. В России есть такая функция в такси, что нужно добавить, что вы едете с питомцем и с вас снимают какую-то сумму. То же самое происходит и в Америке примерно. Обычным смертным придется заплатить за отдельное такси, в которое можно с питомцем. И, конечно же, оно будет дороже, чем такси только для людей. После жизни в очень урбанистическом районе Мехико мы нашли классное жилье в районе, который называется Каяакан. Это такой старинный был дом, старинная квартира. Там же, в этом же районе недалеко, дом Фриды Кала. Мы очень много там гуляли, смотрели на то, какая яркая, сочная и красивая мексиканская архитектура. Очень цветная такая, насыщенная. Я каждый раз думала, почему у нас не делают все таким ярким, особенно в нашей серой зиме, в наших несолнечных таких днях. Это было бы очень круто, если бы у нас было все такое цветное. Пожив какое-то время там, погуляв по вот этим улочкам с частными богатыми виллами и домами, очень зеленый район. Мы переехали в еще один район, в основном в котором живут как раз европейцы. Он называется Кандеса, и там мы, конечно же, чуть с ума не сошли от того, сколько много там европейцев и мексиканцев в том числе со своими собаками. Это, можно сказать, такие патрики в Москве. То есть какая-то очень такая европейская центральная улица, там даже архитектура очень европейская. Дома все такие. Мы нашли там очень классный дом, который я показывала в видео. Он старый, он странный, необычный, в мексиканском старинном, в таком колониальном стиле. И там мы жили весь остаток нахождения в Мехико. Но там нам очень понравилось, наверное, больше всего мне понравилось жить именно в этой части города. Там у нас было и два туалета, и две спальни, и отдельный кабинет для работы, в котором я снимала ролики. И еще одна какая-то комната-гостиная с телевизором. И кухня, и гостиная большая со столом, столовая со столом, и выходом на такой балкон. За него мы заплатили 1200 долларов за месяц, потому что он большой, потому что он в очень таком престижном районе, скажем так. Самые главные расходы на собаку в Мехико-Сити, конечно же, были. Это справки для перелетов и отъездов куда-то. Это основная статья расходов на собаку в Мексике, потому что, например, в Америке такого не было. Я потом подробно расскажу, но там ты заезжаешь, получаешь определенный документ, очень важная история будет. И потом делаешь еще один очень важный шаг, который ни в коем случае нельзя не сделать. И потом ты просто ездишь между штатами, летаешь между штатами на самолете, никто тебя уже ничего не спрашивает. И питание собаки, то есть корм. Упаковка полтора килограмма нашего корма. Приходилось покупать упаковки не более трех килограмм, потому что неудобно постоянно переезжать с большими мешками кормов. В России стоит около полутора тысяч рублей. В Мексике 500 песо, около двух с половиной тысяч. В США 30 баксов. И так как Мехико это такой как бы хаб, как Нью-Йорк, как Москва, огромный город, из которого транспортное сообщение огромное, и автобусы, и поезда, и самолеты, и мы постарались немножко там попутешествовать. Мы еще в тот момент не арендовали машину. И из Мехико-Сити мы еще раз летали к своим друзьям в Пуэртово-Ярту. Оттуда мы попали в городок Сайолита. Сёрферский город, очень классный и красивый, где мы впервые в жизни с Юмичу, с собакой жили в хостеле. Там вот как раз так, как это все-таки гостиница, с нас взяли отдельные деньги за собаку. Главное правило было то, что собака не может находиться в хостеле без хозяина, то есть ее нельзя оставить там. И если ты уходишь, ее нужно обязательно забирать с собой, и на кровати твоей она спать не может. Это помещение, в котором несколько кроватей, они делятся на мужские и женские. Я думаю, вы понимаете, что такое хостел. Он очень был няшный, очень чистый, очень прикольный. Именно такая серферская тема, потому что там в основном молодежь, студенты, серферы, ребята, которые приехали туда отдыхать. Поэтому там очень много хостелов. Там она, кстати, впервые все-таки искупалась чуть-чуть в море. Я там попробовала серфинг. Мне очень понравилось, я кайфанула. Я потом поняла, что серфинг это мое, мне это очень нравится. Я хочу возвращаться в какие-то места в мире, где люди серфят и пробовать. Снова, снова и снова, потому что у меня получилось уже с первых занятий стоять на доске, ловить волну. И это очень кайфовое ощущение, особенно когда вокруг тебя все люди такие, все серферы. Это именно серферская деревня. Также мы с Юмичу побывали в Майта. Мы там сняли отдельный большой ролик про эту поездку, потому что это практически такое необитаемое место. О нем знают только местные. Там нет туристов, там нет отелей. Ну, там один какой-то, может, одна какая-то гостиница. И вот одно местечко, где несколько номеров, в котором мы жили. Там как раз нас ничего не взяли за собаку. То есть всем было все равно. Они просто отдали нам комнату, в которой мы даже не находились. Потому что большую часть времени мы тусили на пляже. Там нереально красивое чистое море, холодное, с волнами. Там безумное вот такое вот длинное побережье без единого человека, просто песочный пляж. И это просто жемчужина того побережья. Про собаку нам вообще никто ничего не говорил. В Мексике вообще, в принципе, очень мало внимания обращают на то, что ты с собакой. Ни в одном ресторане, ни в одном кафе, ни в одном заведении, торговом центре или магазине нам никто ничего не сказал про собаку. Мы оттуда еще съездили одним днем. Это место, где находится вулкан Папакатыпетль. И он извергающийся. Он реально постоянно находится в процессе извержения. То есть лава не течет, но он постоянно дымится. Он издает звуки. Когда ты там стоишь, ты чувствуешь всем своим телом, как вибрирует земля. И люди там у подножия этого вулкана живут. Этот город несколько раз, насколько я знаю, уже разрушала вот этой вот вулканической всей истории. Но они продолжают там жить. Это исторический, очень древний город. И туда мы ездили без Юмичу. Я не стала рисковать брать собаку с собой на вулкан. Хотя там рядом с вулканом очень классный лес, просто невероятный. И всем советую увидеть настоящий вулкан. Это один из самых больших вулканов в мире, и именно живых. Точно так же из Мехико мы ездили в Пуэблу. Это невероятно красивый исторический город с безумно красивой архитектурой. Очень яркий, очень сочный, очень мексиканский. Он славится своей посудой, посудными лавками, вот этими вот красиво изрисованными предметами керамическими. Мы тоже с собой не брали Юмичу, потому что мы ехали на автобусе. Кстати, про автобусы в Мексике. Есть очень важное, серьезное правило, которое мне не понравилось. Потому что даже если собака маленькая, даже если она в переноске, в автобусах междугородних собаку нужно отдавать в багажное отделение. Причем есть даже на официальном сайте написано, что ей нужно дать успокоительное или снотворное, и поставить ее туда в багаж, где чемоданы. То есть вот в эту нижнюю часть автобуса. И это правило полностью отрезало у меня желание ездить по Мексике на междугородних автобусах с собакой. И мы решили, что мы хотим поехать в автомобильное путешествие по Мексике, несмотря на то, что это не очень безопасно. И нам рассказывали много историй о том, как машины отбирают на трассах, воруют, и туристов там пугают, и отбирают у них все деньги и так далее. С нами ничего подобного не произошло, но у нас был лайфхак. Мы решили арендовать самую зачуханскую машину. У нас и не было цели арендовать какую-то крутую машину. Но чаще всего эти истории случаются именно с теми людьми, которые привлекают к себе внимание. Если вы ходите с крутыми часами, с крутыми телефонами, встретите постоянно деньгами, там, ездите на каком-то безумном хамере, то да, конечно, скорее всего, вас ограбят. Из Мехико мы перелетели в Канкун на самолете, так как это все-таки другой конец страны. И снова справки, и снова билеты на собаку. А на тот момент у нас еще и закончилось действие каких-то из прививок. И в итоге нам пришлось договариваться с местными ветеринарами и ставить задним числом, так как у нас уже были билеты в Канкун. Поэтому обязательно, особенно в путешествиях, обращайте внимание на даты своих вакцин. Но в Мексике, если у вас есть деньги, то всегда можно договориться с кем угодно. Результат – 10 тысяч на ветеринарные услуги, 2,5 тысячи справка, 7 тысяч билет в один конец. Арендовали самую побитенькую машинку и поехали на ту южную часть, где как раз находится Мереда, Прогресса. Это часть Юкатана, в которую редко путешествуют люди. И там действительно нет людей, нет туристов. Там в основном частные какие-то дачи самих мексиканцев. Мы там провели несколько прекрасных дней. Мы посмотрели маленькие какие-то городки, пока туда ехали. И арендовали там небольшой дом, где у нас случилось непредвиденное обстоятельство. Домик этот находился недалеко от моря. Прекрасный, хороший, милый домик. В нем даже была такая небольшая зона, территория заднего двора, где стояла джакузи и гриль. И к нам приходили опоссумы. Это такие маленькие смешные животные, лапки которых мы потом обнаруживали утром на гриле, потому что они подъедали все, что там, какую-то еду или на столе что-то воровали. Эту ситуацию я рассказывала в другом ролике, поэтому я не буду сейчас подробности вдаваться какие-то. Но суть в том, что у нас там украли байдарку. Это была не наша байдарка, это была байдарка хозяина. Мы в какой-то момент не закрыли решетку ворот, где лежала эта байдарка. Делали какие-то свои дела, и у нас просто ее поперли. Это была самая первая ситуация кражи в Мексике спустя такой большой промежуток времени. Все самые жесткие ситуации у нас произошли именно в той части страны. Прогресса не прикольное море, как оказалось, но зато мы ездили там по сенотам. Что странно, многие не знают, что это такое. Это невероятная вещь, которой просто нет ни в одной стране мира больше. Называется сенот. Это такие углубления в земле, покрытые сверху тоже землей. И там стоит минеральная вода. Она бывает разных цветов. Бирюзовая, синяя. Это пресная вода, которая исходит из-под земли. Это нереально красивые места. Там купаться намного даже комфортнее, чем купаться, например, в море. Я не понимаю, как люди могут об этом не знать. Если кто-то не знал, что в Мексике есть вот эти сеноты, то вы знаете, зачем вам нужно ехать в Мексику. Именно в Юкатан, потому что там этих сенотов очень много. Они все разные, бывают платные. Вы можете найти бесплатные и добраться сами до них. Там бывает много людей в каких-то распиаренных местах. Бывает вообще нет людей. Просто пустой сенот, и ты купаешься один. Это невероятная вещь, которую вам обязательно нужно увидеть, если вы любите путешествовать. Просто пипец, просто дыра в бездну. Маленькая дырочка в бездну. В таком вот месте просто дырка с лестницы. В бесконечности дождь сидит. Стрёмно, нет? После левой стороны побережья мы отправились на машине обратно в Канкун. Сдали тачку и прожили там какое-то время. Но в этой части Юкатана дело было в том, что погода была достаточно жаркая. Поэтому, когда мы ездили на машине, в машине был кондиционер. И Юмичу спокойно это переживала, всё было окей. Но на улицу мы там с Юмой практически не выходили, потому что очень жаркий асфальт, очень жарко. Сама температура воздуха достаточно жаркая. То есть она начинала там тяжело дышать. Я за неё переживала, за тепловой удар, за солнечный удар, за какие-нибудь сердечные истории. Поэтому в этой части Мексики Юми большую часть времени, к сожалению, действительно проводила дома в кондиционере, либо в машине в кондиционере. То есть вот так мы её с собой никуда особо не брали. Канкун. Этот город наверняка всем известен. То есть название вы наверняка слышали. Это очень туристическое место, куда приезжают туристы со всего мира, в том числе из России. Так как не всегда знаешь районы, не всегда сразу начинаешь ориентироваться в городе, то жильё, которое мы арендовали в Канкуне, было очень разочаровывающим. Мы приезжаем туда, а это оказывается какой-то спальный стрёмный район, из которого выбираться до моря только на автобусе 20 минут. Нам там очень не понравилось. Именно там случилось то, что у меня ночью попытались украсть телефон. То есть человек просто вот так в балаклаве. Я сидела вот так с телефоном, он подходит ко мне и начинает его вырывать у меня. Я не знаю, каким образом я от него отпнулась. И просто он от меня отстал и убежал. Может быть, он был молод и ещё неопытен. Ну, в общем, там у меня впервые попытались украсть телефон. И потом мы уже узнали от многих людей, что вообще в Мексике лучше не ходить вот так с телефоном. И я сама лично испытала этот опыт, потому что в другом городе у меня его всё-таки вот так украли. Я шла, снимала видео, у меня был микрофон на телефоне, и чувак на байке просто вырвал его у меня из рук. Это был огромный стресс для меня. Потеря айфона, потеря вообще ощущения безопасности в этой стране. И стало, кстати, одной из последних капель желания оттуда уехать. Но я совершенно на все тысячу процентов поняла, зачем люди едут в Канкун. Это правда нереальное море. Очень красивое море, в котором плавают просто вот такие гигантские раковины. То есть ты можешь их прямо оттуда доставать. Оно нереального цвета. Очень красивое. И там на побережье просто вот так вот всё побережье занято отелями. Если вы едете, наверное, в Канкун, теперь я со своего опыта смотрю, я бы ехала вот прямо вот в этот отель на побережье, чтобы кайфовать от своего all-inclusive, купаться в нереальном море. И туда, в город, где обитает обычное население, я бы вообще не ездила. Уставшие от канкунского туристического вайба, мы заехали сначала в Плайо-дель-Кармен, очень популярное среди туристов место. Оттуда сгоняли на остров Касумель, и затем добрались наконец-то до известнейшего мексиканского Бали – Тулума. Это очень прикольный городок, в котором тоже так же в основном отели на побережье, но также есть и за 10-15 минутах от пляжа. Атмосфера именно туристического Тулума, она очень похожа на Бали. То есть там есть часть города, в котором живут местные жители, и там какие-то просто постройки дома и что-то такое. Конечно же, Тулум – это не Мехико-сити, это никакая не столица, у нас там нет каких-то нереальных торговых центров, каких-то прикольных музеев, концертов и так далее. Он намного меньше, он более туристический. И вот эта часть, где живут туристы, где отели, гостиницы, побережье и так далее – это все похоже на Бали. Там мы нашли очень-очень-очень-очень крутые апартаменты. Я не могу сказать, вот сколько я потратила на собаку за жилье, потому что я практически нигде за нее не платила. С Америкой будет отдельная история, которую я с вами поделюсь, мне придется быть с вами честной. Там будет немножко другая ситуация. Эта квартира находится как бы в кондо. Там, кстати, распространена сильно система вот этого закрытого кондо со шлагбаумом, с таким вот домом, буквой О, внутри которого, например, бассейн у нас так и было, был там бассейн. И вот так вот находится, например, двухэтажное строение, и находятся квартиры. У нас была достаточно большая квартира с двумя спальнями, с гостиной, с кухней-гостиной. Там же была такая зона задний дворик с джакузи, с грилем, который мы упросили хозяев купить и поставить, чтобы мы могли жарить мясо там и так далее. И прямо вот так вот ты открываешь наше окно в пол, стеклянное, витринное, выходишь, и у тебя тут же бассик. Ты ныряешь туда, и это самое лучшее утро, как его только можно начать. Поэтому Тулум остался очень теплым, очень приятным впечатлением, несмотря на всю жесть, которую мы тоже там встречали. Была ситуация, когда мы ездили в центр Тулума, там как бы такая улица, где туристы гуляют. В основном это все сувенирные лавки, продают всякие разные товары мексиканские, такосные, вот эта вся история с мексиканской едой. Там очень много туристов ходит. И как-то раз мы арендовали байк на этом мотобайке, ездили по разным сенотам, купались там, кайфовали, просто ездили по Тулуму катались, смотрели всякие места. Там произошла такая ситуация, что мы стояли на перекрестке. Это был, наверное, самый большой стресс в Мексике мой. И просто сзади нас стояла большая машина, из которой вышел человек, к которой подбежал человек. У него вот здесь висел автомат, в руке был пистолет, он открыл дверь этого большого пикапа, начал вытаскивать оттуда какого-то другого человека, что-то ему кричать на испанского. Это все было очень агрессивно. Это были какие-то мафиозные разборки. Разборки вот этих вот кланов, картелей, которые есть в Мексике. А мы просто стояли вот так в метре от этого всего. Очень сильно испугались. Я газанула, мы поехали на красный. При этом накануне или после, я не помню, но мы читали новости о том, как погибли два туриста просто в случайной перестрелке. Такое в Мексике бывает. Несмотря на всю ее красоту, несмотря на всю эту красочность, на то, что есть безопасные, реально классные места, в которых лучше и жить. Вот в Мексике существуют такие минусы, что все-таки эта страна не совсем цивилизованная. Там есть вот эти картели, которые занимаются наркотиками, кокаином. И поэтому такие разборки там присутствуют. И вот эти все случаи с оружием, с воровством, они там есть, это надо признать. Несмотря на этот негатив, тот колорит, который дает Мексика, испанский язык, безумная вкусная еда, вообще вот эта вся красота мексиканской архитектуры колониальной, все это, наверное, перекрывало тот негатив, который вдруг иногда возникал, поэтому у меня не было такого прям «Все, капец, надо валить!» Это случилось, но в какой-то другой момент, и я позже к этому вернусь. Из этого прекраснейшего Тулума друзья, ребята, которые со мной были, отсоединяются от меня. Я лечу в Гвадалахаро. Это город не на море, но очень классный город с невероятным климатом. Гвадалахаро оставило неизгладимые впечатления от моей жизни в Мексике. Во-первых, я нашла дом по совершенно счастливой случайности, дом художника. Невероятно красивый, классный дом с его работами, с его мастерской. Во-вторых, с этим художником, его девушкой и огромным количеством творческих людей я там познакомилась. Я заплатила там типа 27 долларов или 30 долларов в сутки. Это невероятно мало для Мексики. То есть это просто была цена мне как другу. Там же я впервые наконец-то решилась на то, чтобы заняться музыкой, то есть писать свои песни и записать их в студии, потому что я познакомилась с другими творческими людьми, которых была музыкальная студия. Они предложили мне почему ты не начнешь, почему не сейчас, при том, что все говорили плохо на английском. Я плохо на испанском, на русском, очевидно, никто не говорил. У меня появился там невероятный друг с русской татуировкой. Он документалист и работает на мексиканском телевидении. Филиппа, привет! После жизни у художника Ликина в его доме я переехала к Филиппу. Это было жилье по дружбе уже. У него была своя собака Чолик, к сожалению, сейчас ее уже нет в живых. Она стала подружкой для Юми Чу. У него такой классический мексиканский дом. Это буква О, то есть внутренний двор под открытым небом. И вокруг комнаты, и кухня, и спальни, и кабинеты. Все это как бы по кругу находится. Очень прикольный дом. Мы там провели очень много классных моментов. Еще в Тулуме и в Гвадалахаре я продолжила готовить документы для перевозки Юми Чу в Соединенные Штаты. Как раз из Гвадалахары я уже на самолете полетела в Лос-Анджелес, когда все мои документы уже были готовы, потому что документы для собаки, для перевоза ее в США, это прям отдельная долгая история. Это не просто справка из ветеринарки. Прикол в том, что после поездки в Америку, после безумного ро-трипа на машине через несколько штатов, посещение самых невероятных мест Бока де Игуанос, где мы повстречали впервые в моей жизни настоящий ураган. Ураган с именем Лидия, который шел прямо на нас. Природа, стихия, которая может тебя просто убить. Я очень сильно стрессанула. Именно этим завершалось наше путешествие по Северной Америке. Я вообще как бы вернулась домой после этого. Понимаете? Осталась жива. Увидимся во второй части этого ролика.